У нас талонки на город, на Блаковский муниципальный район страны-рекоператора. Сколько было выделено за последний период? В свободности, не подскажу сейчас конкретно, что, но на талонки хватает. У меня информация, да, там, по-моему? Порядка 150 талонов, скажем, всего-то. Порядка 150 талонов. Это за какой период? Это у нас когда? С 13 мая, извиняюсь, с 13 апреля примерно начались. Начало 50, потом 50. 100 талонов на неделю. Да, недели 50, 100 талонов и то хорошо даются, да, да. Катастрофический факт этих талонов мы каждый день спорю выругаемся с е-коператором. У него начинается с талонов. Ну, здесь тоже объективности ради, да, мы озвучивали о том, что там депутатов по 3 талона, ну, я так понимаю, ввиду того, что дефицитности в талонах не всегда будет участие. Ну, депутатам было ровно, а по 3 талона, потом по 4. И здесь мы говорим о том, что даже в 10 мая талонов, майские праздники, которые получили дефицит, заранее запланировали порядка 60 талонов на выходные дни, на праздничные дни. А вчера уже не хватало-то. Поэтому пришлось уж заводить опять рекоператора, бросить в долг, брать, отдавать талонам. То есть, как бы, масштабно привлекать автомобили для вывоза листвы, естественно, как бы, тормаживает, что у нас талонов не хватает. То есть, мы работаем только техники балалтодора. Ну, я вот как раз про это и хотел сказать, что, в принципе, ту обязанность, которая была до прихода, я, наверное, оператор, мы с этим проблем-то не знали. Я так понимаю, муниципалитет тоже, как бы, этим вопросом больше степени не занимался. Занимался мусоровозящей компанией. Сейчас мы столкнулись с такой проблемой, что у нас в городе, то есть, на плечи муниципалитета свалили всю эту работу. И мы своими силами, наверное, на то, что Александр Александрович, да, у нас активно сейчас ведутся переговоры, выяснения, почему у нас в старом городе, в частном секторе, где тариф 3 рубля, и почему-то все это дело, весь мусор, который с частных территорий, с ветки и ботва, которые складываются, за которые, я так понимаю, в тариф заложены суммы, почему она не вывозится, вывозится, только вот мы видим, там, в старом городе два стоят бака пустых, и вокруг них вот эта взрослительность разложена. Здесь, конечно, и объективности ради следует сказать и в сторону жителей о том, чтобы все-таки не смешивали мусор, мы должны понимать, да, в чем входит в тариф. То есть, если это строительный мусор или, не знаю, диван старый выносится, и он смешивается с растительным мусором, это тоже не совсем правильно, потому что тут, получается, мы сами отдаем региональному оператору козырь в виде того, что мы не будем убирать, потому что там диван сложный. Мы пригласим регионального оператора пообщаться с депутатами в расширенном составе и обязательно тему проговорить, потому что, ну, ситуация, честно говоря, не очень хорошая, и именно и жители получаем, и негатив от жителей. В ближайшее время надо еще раз совещать такое, не просто поговорить, пожалуйста, да, с конкретными предложениями, я думаю, что здесь не совместна позиция с выработкой и предложение конкретно струбулировать. Так, наверное, не должно быть. Мы не согласны, почему они не вывозят ветки по закону. Входит в их работу, но в тарифе как такового на вывоз ветки вот нет, не запрещено. Поэтому, общаясь регулярно с руководителями, оператором смехался еще, мы говорим, да, пожалуйста, мы готовы, мы примем за дополнительные средства, которых, естественно, у нас нет. Все талоны, которые, возможно, с 2019 год практически все выбрали, сейчас уже выпрашивают то, что есть. Ситуация, на самом деле, абсурдная. С жителями тоже надо работать, что крупный габарит был отдельно, ветки отдельно, все, что связано с ТБО, был в бачках. Тогда можно вывозить ветки или утилизировать на месте, или вывозить уже в меньшем объеме, а ТБО вывозить по отдельному проекту. Да, здесь с жителями надо работать, конечно же, но это, опять же, функция в большей степени возложена регионального оператора, от которого мы совместно тоже не отказываемся, потому что мы отвечаем за муниципальную территорию и готовы вместе с ЛИК-оператором работать. Но пока получается так, что деньги все собираются у регионального оператора. Это абсурдно доходит. У нас получается наш полигон, и мы там постоянно унижаемся, упрошенничаем эти таталочки, то впустить технику на фактически наш полигон. Здесь как бы тоже какое-то самодействие не совсем справедливое. Понятно, что есть законы, есть еще и такие человеческие понятия, которые говорят о том, что там с полуобости к нам свозится на полигон мусор, с нашей территории Балбовского района, да, у нас постоянно какие-то барьеры восстанавливаются. После субботника до сих пор до конца не сможем убраться, потому что не пускают машины в Балаконоборске в том числе. Технику мы наняли в большем количестве, вы видите, мы готовы буквально за неделю весь мусор, который уже сложился, но нам на самом деле не дают действовать ограничения по мусору. Мы полностью готовы, как вы видите, давать совместно с депутатами, приглашать из регионального оператора и перед ним ставить уже более четкие, конкретные задачи.